Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал в студии Алена Мальцева. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Для Украины и Молдовы нет альтернативы европейскому пути развития. Такое заявление сделал Петр Порошенко по итогам трехсторонней встречи президентов Украины, Польши и Молдовы. Украинский лидер отметил, на пути евроинтеграции Молдова достигла больших успехов, улучшила благосостояние людей и развила инфраструктуру. Петр Порошенко положительно оценил сотрудничество с соседней республикой и подчеркнул важность углубления отношений между странами. Глава украинского государства предложил работать на уровне групп дружбы парламентов. Говорили и о Донбассе. Руководство Молдовы выразило поддержку Украины. В Кишиневе призвали к мирному урегулированию ситуации на востоке страны. Каждый желающий сможет посетить заседание Верховной Рады Украины. Порядок доступа в здание утвердил спикер парламента Александр Турчинов. Чтобы попасть туда, надо подать электронную заявку и получить пропуск. Напомню, изменения в регламент Верховной Рады о праве граждан посещать заседание внесли еще в марте. Но до сих пор его невозможно было реализовывать из-за отсутствия специального распоряжения главы парламента. Российские войска и боевики находятся в состоянии повышенной боеготовности. Такое заявление сделали в пресс-центре СНБО. Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. Банды и террористы и подраздели ЗСР пребываются в состоянии повышенной боевой готовности. За прошлую неделю увеличилась количество обстрелов террористами позиций сил антитеррористической операции. Втим, на счастье, загибших среди наших военнослужащих нет. Боевики не только обстреливают наших бойцов, но и устраивают провокации против украинской армии. Так в СНБО опровергли причастность украинских бойцов к обстрелу конвоя миссии ОБСЕ. Андрей Лысенко напомнил, еще до этого инцидента сообщалось, боевики наносят на свою технику опознавательные знаки вооруженных сил Украины, чтобы устраивать провокации. В данном случае идет именно о таких случаях. В соответствии с предоставлением командования антитеррористической операции, движение украинских военнослужащих происходит исключительно в колонах с не менее двух автомобилей. В результате представителей миссии предоставлено, что обстрел был из одного автомобиля. Также хотим обратить внимание на то, что, на жаль, информацию про этот инцидент не было поведомлено украинским военнослужащим оперативным шляхом. И мы узнали про этот инцидент именно со света миссии ОБСЕ. Если бы эти свидетели сразу были наданы украинским военнослужащим в штаб АТО, то можно было бы использовать вычерпных заходов для того, чтобы затримать злочинцев. В Мехико протестовали против заключения детей-мигрантов. Ежедневно через Мексику в США бегут сотни детей из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Почти половина без сопровождения взрослых. Многих из них задерживают и помещают в центры заключения. Активисты правозащитных организаций говорят, это наносит большую травму психике детей-подростков и напоминают, это нарушение прав человека. Здесь, в Мексике, в 2013 году, было заключено более 9 тысяч детей и подростков из-за отсутствия необходимых документов у них или у их родителей или опекунов. В этом году таких детей и подростков было уже 17 тысяч 322. Около 40% из этого числа – дети до 14 лет. После акции протеста правозащитники передали властям Мексики петицию с призывом остановить заключение детей-мигрантов. Ее подписали 36 тысяч человек. Отмечу, что мероприятие приурочили к 25-летию принятия конвенции по правам детей. Штат Нью-Йорк, США, страдает от снежной стихии. На район Великих озер обрушились сильные снегопады. Местами сугробы достигают полутора метров в высоту. Пострадал и город Буфало. Жертвами стихии уже стали семеро человек. Одного из них нашли в машине под 4-метровым слоем снега. Из-за снегопадов закрыты крупные автотрассы. Губернатор штата вел чрезвычайное положение в 10 округах. Бороться со стихией помогает национальная гвардия. Из Буфало уже вывезли 5 тонн снега. Это худшее из того, что я видел. Здесь у нас все плохо. Но если вы пройдете еще кварталов 10, там намного хуже. Не так плохо, как в 1977-м. Но все равно плохо. Особенно со всеми этими отключениями электричества и запретами. Синоптики прогнозируют, снегопады продолжатся. Заносы могут вырасти еще на метр. Из-за близости относительно теплых великих озер неожиданные обильные осадки для региона не редкость. Но настолько сильный снегопад бывает не каждый год. Это были все новости на данный момент. Мы будем следить за развитием событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова